приветствую всех дорогая церковь сегодня 5 августа 2023 года это значит мы с вами прожили еще одну неделю мы не просто ее прожили мы прошли ее вместе с господом сбывается его указание на то что приходящего ко мне не изгоню вон прибудьте во мне я прибуду вас эти замечательные драгоценные обетования сегодня исполняются в нашей с вами жизни и в этом отношении хочу предложить тему одним текстом тема но ты святой живешь среди словословий израиля бог живет среди словословий своего народа это тема что интересно нам в этой теме интересно сама подача мысли это 21 псалом 21 псалом это псалом прежде всего о страдании христа заметьте здесь следует восклицание боже мой боже мой для чего ты оставил меня я вопию днем ты не в нем лишь мне ночью и нет не успокоения вот такой запрос человеческий для нас с вами он очень известный он такой родной знаете человек бывает настолько привыкает к скорби что он где и начинает любить это кстати такая психологическая зависимость в чем чем сила скорби скорби скорбящего человека как правило все начинают жалеть когда и в воскорбила своей болезни к нему пришли друзья вы знаете прежде всего не его жалели и вот пока они молчали и его было это приятно некоторые люди вот по жизни это отмечено не однажды они настолько привыкают к своей скорби что не желают с ней расставаться почему потому что в скорби их начинают жалеть например там заболел заболел ребенок ну даже в бедной семье заболел ребенок и повседневной жизни к нему так посредственно относились он редко может быть видел какие-то сладости но вот в болезни в больничной палате ему приносят шикарные передачи там цитрусовые там сладости там еще не какие-то напитки и смотрите с одной стороны скорбь а с другой стороны он уже счастлив по-своему и в нашей с вами жизни действует скорбь скорбь то есть где-то какая-то бедность проявляется там болезни там война там недоразвитость еще какая-то и вот вот если брать христианство христианство у нас с вами ну формате даже вселенской церкви всегда происходит какая-то реакция на скорби вот где совершаются какие-то перевороты или 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 голод или болезни или война это считается традиционным местом скорби и людей которые живут в скорби их начинают жалеть жалеть им там присылают гуманитарку им одежду шлют им еду дают им денег какие-то пересылают почему потому что люди в скорби но не всегда а вернее вряд ли человек сможет помочь человеку в скорби потому что у нас нет той власти мы ограничены вот мы хотели бы кому-либо помочь вот смотрите настоящий момент настоящий момент есть там голодающие целые континенты страны и у них нет хлеба и нам хотелось бы им помочь в их скорби и иногда получается хлебом помочь маслом помочь одеждой помочь но эта помощь не человеку не приносит истинного утешения время проходит эти скорби проходят но вот этот вопль боже мой боже мой для чего ты оставил меня он говорит о том что человек не спам не способен помочь скорби другому человеку бог ему нужен я вспоминаю одно интересное свидетельство это свидетельство рассказал американский миссионер евангелист он совершал миссию и вы знаете миссия миссия была достаточно обеспечена финансами у них все было было обеспечена дорога там перелет другую страну они прилетели в одну из латиноамериканских стран и я скажу так бедная страна бедная страна и прежде чем пойти на собрание евангелист решил посетить он не один был понятно это была целая группа по одному как правило евангелисты не посещают такие служения и они прилетели на самолете в эту страну поселились в гостинице и должны были проводить конференцию в церкви но перед конференцией пришла такая идея посетить кого-либо из членов церкви посмотреть как церковь живет понимаете увидеть верующих там пообщаться с ними такая такая жизнь церкви но американцы люди достаточно обеспеченные скажем так называя вещи своими именами у них соответствующая дорогая но для других понимаете это бедная страна бедную страну приехал человек из богатой страны вот здесь тут же контраст контраст дорогая одежда даже прическа выделяется и иногда какие-то вот мелочи те же там часы телефоны еще что-то обувь все на порядке выше того что здесь в этой бедной латиноамериканской стране но в этой латиноамериканской стране в одной бедной семье богатые американцы они получили один очень серьезный урок по поводу скорби и по поводу своей радости то есть чего составлена радость этого человека радость составлена они считали себя людьми подкованными теологически они были проповедниками знали много истин и учили других людей в том числе в этом городе в этой стране они собирались чему-то научить этих бедных латиноамериканцев и вот они идут в одну семью семья проживала где-то на окраине города это были неблагополучные районы бедных людей скажем так очень бедных людей кто такие очень бедные люди у которых практически нет никакого имущества клачок земли небольшая лачуга еды на вот раз не на один день а на один раз они подходят ко двору одной верующей женщины это женщина в это время во дворе она варила какую-то еду и люди приехавшие с богатой стороны начинают замечать эти все детали и знаете человек ну такое существо очень разумно начинает сравнивать он начинает сравнивать какие у него условия жизни какие условия жизни у этой женщины на кастре в антисанитарных условиях каком-то чугунке она варит какую-то еду судя по запаху эту еду американец есть бы не стал даже за какие-то большие процент или еще он не стал бы ее есть даже из из позиции антисанитарии понятно что у женщины больше ничего нет женщина была одета очень простую бедную рваную штопанную одежду она была без обуви без обуви прическа ну прическа это назвать было сложно одним словом бедная женщина была такая полная и еще не видя своих гостей не видя своих гостей она управлялась по двору и варила вот эту еду свою но что сразу об на что внимание обратили эти люди она что-то себе напевала понимаете первый вопрос какой повод в таких условиях человеку напевать мурлыкать какую-то там песенку когда не подошли ближе это были слова одного известного псалма калитки там как таковой не было какая-то оградка понятно когда в чертоге этого бедного района подъехал автомобиль из него вышли респектабельные господа и двинулись ко двору этой женщины их пастор решил познакомить с этой женщиной и у пастора была своя стратегия в этом отношении эти люди хотели научить бедных латиноамериканцев в вере а пастор решил их научить богатых людей научить той истинной вере и очень уникально эта вера проявилась в той женщине и значит эта делегация приближается к дому женщины впереди пастор церкви женщина боковым зрением увидев подходящих людей поворачивается лицом в руке у нее какое-то ну подобие полотенца не полотенца какая-то трепица который она поправляла свою кастрюлю с кипящей там едой в другой руке у нее был черпак она поворачивается лицом к этой делегации она видит пастора она вспоминает объявление что должны приехать какие-то важные очень гости мгновенно срабатывает но ее сознание ее этом разумении женском срабатывает понимание что эти люди вот эти важные господа которые должны приехать к ним церковь проводить какую-то конференцию они идут к ней в дом знаете для этой женщины все было чудом или таким явлением знамением радостью знаком что пастор идет ее дом он идет что делает женщина когда эти люди приближаются она бросает на землю вернее у него выпадают из рук эта тряпка и и этот черпак она свои такие полные натруженные загорелые мозолистые руки воздымает к небу и начинает слава словить небеса когда делегация это все видит они уже вошли во двор они близко возле этой женщины и они понимают что она делает они просто оцепенели друзья мои эти люди оцепенели от созерцания картины словословия бога так вот после восклицания боже мой боже мой для чего ты оставил меня автор псалма делает очень серьезное для нас с вами также заявление но ты святой живешь среди словословий израиля среди словословий своего народа в этот день кибитки этой женщины и об этом засвидетельствовали очень важные гости они обнаружили жилище божье друзья мои оказывается жилище божье это место где его словословить вот это уникальная мысль знаете можно наводить порядки в своей жизни некоторые люди думают я сделаю вот это потом то я решу там вопросы мне надо как-то освободиться я должен подойти к такому состоянию чтобы мне уже начинать серьезную духовную жизнь у этой женщины ничего не было у нее ничего не было вы понимаете она была полуголодная можно так сказать возможно у нее в этой катке оставалось четыре карташины и горсть муки и больше ничего но в этом доме жил господь потому что эта женщина мурлыкала про себя какой-то какой-то известный гимн который она выучила наизусть и знаете когда господь живет в хижине бедняка тогда он совершенно по-другому всю жизнь свою оценивает он насыщается какой-то лепешкой понимаете его устраивает его одежда его устраивает его жилище он не замечает презрительных возрастов и презрительных взглядов потому что в с ним живет господь а живет господь там где его славословят я хочу привести такой пример из евангелия вот как привлекать в свое жилище господа это уже не бедные люди я хотел бы отметить что сама по себе беднота и нищета не является гарантией того что там будет жить бог это случай уникальность латиноамериканка он уникален чаще всего бедные люди они суетятся они о чем-то заботятся они ожидают каких-то даяний подачи гуманитарки раздачи и так далее и чаще забывают богословословить как прочим и богаты почему мудрец и сказал господи ты сохрани меня от богатства и от нищеты чтобы я разбогатев не стал много думать о себе а обнищав не стал суетиться имя твое упоминать в суе значит это было за два дня до пасхи за два дня до казни христа смотрите господь мы читаем с вами он посетил два дома в это время он был прежде всего в доме лазаря которого он воскресил из мертвых и далее он был в доме симона прокаженного за два дня до пасхи он был в доме симона прокаженного в этот момент за два дня до пасхи вот то давление которое оказывалось на иисуса оно и описано 21 псалме что на него поддавливает понимаете со всех сторон со всех сторон он ощущает такое осязаемое давление злобы их злобные коварные моления какие-то фразы замыслы даже даже тот который вместе с ним кушал хлеб он поднял на него пету в этом псалме людей называет автор псами или жирными быками без бессмысленными тяжелая тема развивается и если мы с вами вспомним тяжесть молитвы иисуса в гефсимании то можем понимать ну какой в каком расположении он находился за два дня до пасхи за два дня до пасхи что происходит за два дня до пасхи мария магдалина во время общения мы не знаем как проходило общение но у иисуса христа были всегда ну такое дарование и способности украсить любое общение конечно он заводил какую-то беседу он оставлял людей и думаю что он он бесконечно сейчас повторял о предстоящих страданий он сказал им о страдании они приняли приняли хорошо не приняли это ваше дело принимать или не принимать но жизнь продолжалась там было какое-то угощение какой-то вечер ужин они собрали возлежали как правило велосчинная беседа каждый имел что сказать во время этой беседе и чего-то недоставало здесь в этой беседе иисусу христу чего-то недоставало заметьте сам о себе он сказал что он пришел послужить он пришел послужить по этой причине подавляющее большинство людей иисуса из назарета после его крещения в иордане воспринимали как источник даяний он что-то должен был для них дать то есть они считали карточек считал своим долгом вот если есть кто-то дающий я должен у него что-то попросить вы понимаете христос от чистого сердца давал людям все он давал людям блажение давать нежели получать но хотелось бы здесь заметить что христос давая ожидала благодарности он ожидал благословения ему было приятно когда кто-либо его благословлял там были люди которые благословляли служение иисуса христа если мы говорим там о марфе и о мари это те люди которые благословляли служение иисуса христа и когда не послали ему сказать что брат их лазарь болен он даже не поторопился прийти к ним это были его друзья и они не обиделись на него потому что они благословляли его не потом не для того чтобы в последствии что-то него попросить и такая деловая атмосфера но опять же такая атмосфера когда все возложено на одного на одного все ждают чего-то от иисуса христа в данном случае а почему то вот многие люди уклоняются от такой мысли чтобы сделать приятное господу но такие люди всегда есть теме они есть многие уклоняются или об этом не размышляют а может быть не научены что богу хотелось бы ощутить приятно от человека заходит мария в это общение заходит неожиданно или она там сидела мы не знаем но дальше происходит следующее у нее в руках флакон с драгоценным миро это ароматическое такое ароматический парфум который очень дорого стоил по тому времени и приобретать его могли только люди имеющие серьезное состояние что делает мария она вскрывает этот сосуд и выливает на голову иисусу христу иисусу из назарета плотник из назарета в простой одежде простой одежде и сам простой я думаю него еще не изгладились те мозоли которые он натрудил в плотницкой мастерской рядом ученики ученики понимают что происходит начинают негодовать если автор евангелия горит что они начали негодовать это не было у них в уме понимаете возник шум что ты делаешь что ты делаешь мы стеснены в средствах вот то что ты сделала сейчас вот этот флакон можно было продать за большие деньги и раздать нищим в учениках срабатывает это такая инфекция социального ильтруизма дело не добра чем больше ей есть такая 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 концепция или философия о пользе дело не добра вот есть какое-то абстрактное добро ты его делаешь это хорошо бог тебя одобряет как бы все правильно но не в этом случае а что в этом случае христос отвечает этим людям оставьте ее нищих всегда имеете а меня не всегда будете иметь такой очень очень резкий и и важный для нас с вами ответ друзья а мы в нашей жизни не слишком ли увлекаемся нищими не слишком ли мы много сердца нашего прилагаем для людей это надо делать но в только в том случае когда мы выполняем первую заповедь а первая заповедь она говорит возлюби господа бога и это очень важно делать и особенно вот современных обстоятельствах очень много внимания уделяется нищим может быть это и правильно но при этом то что человек отдает нищему он отбирает у господа он ворует у иисуса христа он обкрадывает иисуса христа вы спросите каким образом но ответ мы находим уже в этой истории в истории с марией которая вливает на голову иисуса драгоценное миро есть для нас с вами очень серьезный урок что сделала мария иисус сказал что она его приготовила к погребенье совершенно верно но почему так сделала мария что в ее поступке заложено ее поступке заложено желание поклоняться иисусу христу понимаете сначала желание возникает желание поклониться иисусу христу как как вопрос поклониться. Для нее пришел такой ответ, такое решение. И дом наполнился благоуханиями. 21 Псалом нам делает такое заявление на фоне наших страданий. Вот когда человек входит в полосу страданий, у него возникает вопрос. И здесь псалмопевцу Господь дает очень важное откровение. Ты находишься в страдании. Да, ты справедливо здесь вопиешь и говоришь, что здесь нет Господа Бога. Правильно все говоришь. Но ты должен знать, что Бог живет среди словословий своего народа. Друзья мои, Бог слышит наши с вами стенания. Бог видит наши слезы. У нас и волосы на голове все сочтены. Но Он живет среди словословий. Поэтому важно в те времена, когда приходит скорбь, упор делать не на слезы, а упор делать на словословие. О чем и говорит в этом тексте для нас с вами автор Псалма. Если мы будем делать разбор в полноте содержательности этого Псалма, то мы найдем с вами, что кульминация этого Псалма, она не в страданиях. Она не в страданиях. Потому что страдания или все, что Господь Бог допускает, Он допускает во славу свою. Вот почему для человека очень неправильно роптать, сетовать, возмущаться, бесконечно не получая просить что-то, не задумываясь, а почему ты не получаешь. Почему это не полезно? Потому что Бог не будет находиться там, где Его пренебрегают таким образом. Не забудьте, что первый мир погиб не потому, что они плохо жизнь свою освоили. Первый мир погиб не от войны и не от голода. Он погиб потому, что в этом мире до потопа не было словословий Господу. Дух Божий был пренебрегаем. И в 21 Псалме, кульминацию мы с вами читаем, в 24 Тексте, боящиеся Господа. Восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, что бы ни происходило. Смотрите, для нас наша наисценнейшая задача. Если мы желаем с вами, чтобы в среде нашего народа или нашей местности, или нашего дома, или твоей квартиры был мир и благополучие, то выполни то, о чем здесь сказано. Но здесь сказано еще нечто очень важное для нас с вами, чтобы мы не остановились на том, чтобы в своих домах, селениях, где-то в садах, в личной молитве, словословить Господа, что мы и делаем. А тебе, хвала моя, это я читаю снова завершение кульминации 21 Псалма. А тебе, хвала моя, в собрании великом, воздам обеты мои предбоящимися Его. Мария воздала обет. Это не просто слова, смотрите. Одновременно хвала, словословие, благоухание и жертва. Человек принес Господу самое дорогое, что было у него. Поэтому, когда приходит скорбное время, это время напоминает нам с вами о том, что нужно продолжать словословить, словословить Господа в собрании великом. Поэтому, чем отличается любое христианское собрание? В этом собрании поклоняются Богу и словословят Его. И к великому нашему благословению мы не оставили эту традицию. Это, понимаете, не то чтобы повеление, это желание Господне. Ему приятно, когда народ словословит Его. Ему приятно, когда народ в собрании великом восклицает, воспевает, поклоняется. И так постоянно, и так всегда. Друзья мои, пусть в наших собраниях никогда не умолкает песня, независимо от внешних обстоятельств. И для нас важно благословлять наших с вами музыкантов, благословлять всех словословящих, благословлять само служение, прославление и поклонение имени Господу. И если немножко нас с вами сравнивать с учениками, когда Мария возливала драгоценное миро на голову Господа, мы иногда тоже такими бываем. И вот эти церковные деньги, стараемся вложить какие-то социальные проекты, мы по муку покупаем, или масло, или хлеб мы кормим бедным. И это нужно делать, но прежде нужно Богу воздать славу. Прежде нужно создать условия для музыкантов, создать группу прославления, поддерживать ее, купить нормальные музыкальные инструменты, соответствующую аппаратуру, чтобы звучала Господу Богу новая песня, чтобы она звучала стройно и с восклицанием. И тогда мы с вами никогда не потеряем Господа. Сегодня мы делаем это. И, словом мое, к чему? Какая цель? Ободрить всех словословящих. Может быть, у кого-то возникло какое-то сомнение в том, правильно ли я делаю, вот сейчас время такое тяжелое, может подождать. Может, у кого-то из пасторов не возникает идеи обновлять музыкальное оборудование. Может, люди думают, в такое скорбное время надо все переждать, а потом переждем, потом мы будем словословить Господа. Нет, потом не надо. Надо сейчас. Сейчас и сегодня. Да благословит Господь всех поющих, всех играющих на музыкальных инструментах, всех словословящих, поклоняющихся, молящихся. И заметьте, это основная составляющая нашей с вами церковной литургии, церковного собрания. Потому-то Бог нас с вами любит. Я не говорю только хранит. Он всех хранит. Он всем дает безопасность. Он о добрых заботится и печется, о злых посылает дожди вовремя, останавливает злодея и так далее. Но живет среди словословий Израиля. Будем дорожить тем, что Бог живет посреди нас. И завтра, когда мы придем в наше собрание, не забудем этой мысли, что как только ты открываешь уста свои в прославлении, поешь Господу своему песню, Он радуется тебе. Он живет вот в этом словословии. А там, где живет Господь, там совершенная радость. И там, где живет Господь, там неуместно или неприлично говорить о проблемах. Смотрите, как просто можно решать проблемы наши. Вместо того, чтобы со слезами, с оттенком горечи и какой-то претензии плакать, повернуть к стене о своих болезнях, умой свое лицо, приведи себя в порядок, приди в собрание и прославь Господа. Скорбь твоя подвигнется. Друзья мои, это такой уникальный метод решения проблем. Уникальный метод, чтобы лишиться своих нужд, воспеть ему, воскликнуть ему стройно и с восклицанием. Да поможет нам с вами Господь.